Аплодисменты И он сделал это Величайший философ Он намного обогнал И гегеля и гебели Просто Тех выдвигают, а мы своих забываем Он открыл Америку вот такую Словом одним Сродны Мы с вами Вы сродны быть лучшими в мире Вы сродны Чтобы на вас смотрела Вся молодежь Севастополя, Украины Не только, я уверен, что вы и дальше Идете и пойдете, дай Бог вам Чтобы вся молодежь С вами затаить дыхание Вы сродны И вторую вещь, которую я хотел сказать Про Григория Сковорода Он придумал такую вещь Попробуйте услышать Нужное для вас Нетрудно А трудное для вас Не нужно Дорогие друзья Мы с вами можем гордиться Тем, в какой мы стране В каком мы месте родились Мы с вами потомки И Сократа И Андрея Первозванного И Климента И Ахмед Хана Султана Дважды герои Советского Союза И Астряхова нашего И Пушкина И Гикии Кто знает, что ты услышал Такое слово Гикия Зачет Гикия в 44-м году Нашей эры И до 1475-го года До нашей эры Полторы тысячи лет Лето истечнение От Севастополя На Кирсонесе Начиналось от Рождения гражданства Гикии Дочери Архота Кирсонеса Ну я классно сейчас вам Подождите сейчас расскажу Так Гикии Мы с вами живем И вы представляете Вы прославляете Сакральный город Самый лучший на Земле Я полмира объехал Вы конечно больше На констролях Но поверьте мне Есть чем сравнить Город Севастополь Сакральный город Знаете почему? По одной причине 422-й год до нашей эры До нашей эры В Яроклее Бантийской В столице Византии Победили олигархи Проводите параллель С сегодняшнего дня Их называли колбасниками Таргаши И главарь Таргашей С удовольствием Врезал ремни Из живых поэтов Танцоров Музыкантов И так далее И пока он этим занимался Он победил У них денег было больше Оружия было больше И так далее Вот Сын Архунта Угнал у него галеры Посадил и рабов И всех этих поэтов Художников Творческих людей И Обогнул Болгарию Одессу И потом их не было Так дальше Было две Это было 422-й год До нашей эры Две с половиной тысячи лет назад И они доходят до Нашей с вами Карантинной бухты И все закричали Херсонес Полуостров по-гречески И вот так появился наш с вами город Из достойнейших людей И поэтому у них такая Такая присяга была Через тысячу лет Наш Наш князь Владимир Восемь месяцев Не мог завоевать небольшой город Имея бешеную дружину Потому что это были гордые люди Порядочные люди А не Те которые Предают свой народ Я вам хочу рассказать о том Что Мы с вами владеем Изумительным русским языком Самый богатый в мире Каждое слове Русского языка Ему больше 7000 лет Мы с вами потомки Ариев Славян Понимаете? Не имейте наусов Вы слышите меня? В каждом слове Заложено целое событие Ну допустим Слово радость Кто знает что такое рад? Солнце Дость Радость Достать радость Радость Достать солнце Радушие Солнечный человек Солнечная душа Так же? Допустим Свобода Своли Бога Дадина Так? Что такое Вера? Ведаю Ра Ведаю Солнце Ведаю Мироздание Ведаю Заповеди Ведаю Как создан этот мир И как надо себя в нем вести Передаю Этот микрофон Лауреат Государственной опеки Кандидат Ведет Географических наук В 59-м году Открывшим течение С тех пор Не том Торавлей Лауреатром Общественного признания Севастополя Севастополя Севастопом Николай Захаров Я горд, что я имею честь жить в Севастополе, трудиться, прекрасным городом гордиться и быть востребованным здесь. Я люблю свой город, и жить в Севастополе, и любить его нельзя. Севастополь! Здравствуй, милый, здравствуй! Значит, так, начертного судьбой, после долгих океанских странствий, я вернусь вновь сюда домой. Все мне мило, все знакомо мне и сердцу мило. Парама, Грабская, Бульвар, ничего почти не изменилось, только ты еще роднее стал. Ты такой же, как и был, красивый, гордый, белокаменный утес. Ты рожден был матушей России. Ты ее, незыблемый форпост. Здесь в Леенде стал твой каждый камень. Каждый камень кровью здесь омыт. Здесь сама история писала имена герой на гранит. Ты себя обеял вечной славой, славой завоенный двояр. Неприступный, мощный, величавый. Будь ты и останешься в веках. Здравствуй, Севастополь! Милый, здравствуй! Я гордился и горжусь тобой. Неприступный, гордился и гордился и я счастлив. Это город мой! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня я шел сюда на эту встречу, понимая, что проблема, которая здесь поставлена, она может быть сравнима с эпидемией чумы, с ядерной войной. И поэтому мы все понимаем, что пьянство – это страшная вещь. Для всех, для вас, да, в романе новость, что наш народ безбожно пьет, теряя разум, стыд и совесть к своей погибели идет. Нас с детства пьянством приучали, внушая место правды и ложь. Мы в жизни мульдога и легали. Жаль, гибнет наша молодежь. Нам с вами что-то делать надо. Так дальше невозможно жить. Детей, воиня, внуков ради. Замечными пьянство прекратить. Объединяйтесь со славями. Возьмем пример у мусульман. Покончим с пьянством, дружно с сами. И в этом Бог поможет нам. Я не могу вас агитировать. Пить вам или не пить, каждый решает сам. У каждого есть своя жизненная философия. Одним достаточно хорошая корыта и жить не видя неба. Другим требуется очень многое. Они видят красоту природы, любят поэзию, любят искусство, любят музыку. Я слушал музыку вселенной. И легию из бероздая отрывалось мне в сознание с бредным мощным вдохновения. Звучала лунная соната. Безумство страстного творения рево-громы Раскатал, сливалось, славимый тренью. И был я, как Христос распятый, Противоречивший дьмы и света, И в звуке музыки заката Врывалась музыка рассвета. Я слушал музыку вселенной. Душа моя рвалась на части. Я растворялся в наслаждении. Я и у вселенной звуки счастья. Спасибо вам! Поэму «Люги-дельфины» я писал 7 лет. Потом поплавал с дельфинами. И накануне приезда наших трех президентов на Крещение Руси Я ее сжег. Потом написал снова уже баллады «Люги-дельфины». Очень хотел спеть президента, но они были заняты другими вещами. Да и я не Алла Борисовна. Да и я не Алла Борисовна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Российской инфектики, по данным ЮНЕСКО, первое место в мире по запасам природного газа, по нефти, каменный уголь, мировых запасов торфа, лесных ресурсов, объемы пресной воды, мента и окрабов осетровых, олова, цинка, титана, рудничного равнированного нителя, железных руд, экспорту величного алюминия, по алмазам, второе место по добыче, по запасам серебра, зомота, платины, первое место по ее экспорту. Россия, Советский Союз, правильно? Услышали, да? И в это же время 97-е место в мире по доходам на душу населения, 127-е место в мире по показателям здоровья мы с вами занимаем, 159-е место по уровню политических прав и свобод, 175-е по уровню физической безопасности, 182-е по уровню смерти, первое место по количеству самоубийств, по числу брошенных детей, по числу абортов, по числу курящих детей, по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, по количеству ДТП. На 14 упавших в мире самолетов, 13 наших! Если звезды зажигают, значит, это кому-то надо. Понятно. Вот первая страница, вот вторая. Все делается то, что мы отсюда убрались, ребята. Я часто бываю на кладбище, у нас кладбище растет больше города, а Севастополь занимает первое место в Украине по строительству жилья. У меня это бумага, что тут нет, честно говоря. Итак, к 70-му году мы должны остаться 1 миллиард, золотой миллиард. Африка должна быть уничтожен спидом. Она идет сверх графика 40% африканцев, а тут уже ветеринфицировано. Бонзай. Мы должны умереть от алкоголя. Мусульман нужно физически уничтожить. Смотрите, что происходит. Видно, да? Ливия, Сирия, все что угодно. Ирак, Иран. За что Саддаму Хрусейну повесили? Знаете, за что? Я вам расскажу, за что. 40 миллиардов долларов 50 лет назад или 40 лет назад вложил Советский Союз в нефтяные вышки Ирака. И Саддам Хрусейн решил отдавать долги. 40 миллиардов долларов нам, с вами. Ну, имеется в виду Советскому Союзу. И тогда туда залезли американцы и его повесили. Очень просто. Все легко и просто. Живите трезво. Алкоголь – это оружие. Мальчик сказал, спросил у вальтеплемени Майя. Если во мне живут черные и белые полки, то кто победит? Тот, кого ты больше гормешь. Слышно? Каждый из нас примерьте свою рубашку. Тот, кого ты больше гормешь, то и победит в твоей жизни. И в твоей семье, и в твоей работе. А где же индейцы? 100 миллионов индейцев американских. Так вот, янки на индейцах 120 лет назад опробовали вот это оружие – алкоголь. Из 100 миллионов индейцев осталось два живущих в резервации. Их по утрам он наливает бухло, а к обеду они, значит, трезвеют, опять наливают, пока не похоронят. 100 миллионов индейцев, разбросанных по премию, по премию. Наша с вами задача такая же, этот же быть. Я пришел вам, вот что сказать, друзья мои. Я не могу, я Александр Валимович, и кто угодно, и кто угодно не сможет дергать вас за люмпу среди ночи, пьешь ты или не пьешь. Я пришел сказать вам, друзья мои, посмотрите на эту ситуацию, и сделайте выбор для себя. Если у тебя есть два в доме, то первую любовь, когда ты поедешь на кастроли, твой ребенок выпьет у тебя дома. И первую сигарету из твоей пачки выпьет. И первую дурь он возьмет у тебя, если ты этого черного волка в себе кормишь. Я пришел вас призвать, друзья мои, живите достойно. Не бывает культурное бития. Как только ты выпил 100 грамм, ты уже себе не принадлежишь, ты принадлежишь тому. Вот что я вам пришел сказать. Я хочу вас призвать, я вас очень прошу, друзья мои, вы на виду. Сделайте в данном случае правильный выбор для своих детей. Знаете вы, что в 2010 году мы заняли Украину, заняла первое место по детскому алкоголизму. Знаете, что это такое? Не знаете? В первый класс приходит уже один человек из 20, который раз в неделю выпивает берегу. Там, например, слабо алкогол, да? А в 10 классе? 19 из 20. Регулятору набивает, скажем так, поток. А вы знаете, что в 2011, на следующий год, из всех рожденных на Украине детей, 37% коллег и неполноценных. 37%! А в таких областях и городах, как Кривой Рог, больше половины. Знаете вы это? Я пришел вам это сказать. Уберите от своих детей, от своих близких, уберите. Это оружие, страшное оружие. Первое место в мире в прошлом году, в 11-м году имеется в виду, в прошлом отчетном году. Угадайте, какая страна взяла. Молдавия. Первое место. Украина девятая из 207 стран. В России получше. В России получше. Я вам сейчас расскажу, что такое получше. И вот один менеджер написал про Молдаван, когда они продали последний завод в Молдавии. Так сказать. Послание Молдаван. Не читали ли кто? Послание Иванова. Последнее пожелание Иванова. Нет? Я вам прочитаю, вы послушаете. Мы славно гуляли в республике вашей, мы доллары черпали, полные чаши. И пока вы тут пили, мы вас разорили. Заводы продали, богатые листали. А вам всем здоровье. Живите богато. А мы отправляем ресурсы на Запад. И чтобы ни хрошки у вас не осталось. И чтобы здоровых детей не рождалось. За наши ресурсы дадим мы вам шприцам. И спирта цистерны, до смерти убийца. Наркотики в беды, вливайте богато, валяйтесь, как свиньи вблизи вашей хаты. Для нас вы все быдло, дерьмо, попуасы. Зачем попуасы земные запасы? Вы слышите, свиньи, мы стали богатые. Мы скоро от ними у вашей хаты дадим казино, сигареты, секс-фильмы. Курите и пейте, рожайте дебильные. Больные уроды для нас не опасны. Мы их уничтожим поддельным лекарством. Вы все постепенно умрете бомжами. И то ли вы выбрали садик, а ваша земля нам нужна без народа. Мы вас похороним в любую погоду. Так будьте добры, живите богато. Насколько позволит вам ваша зарплата, если зарплата вам жить не позволит, так вешайся в быдло. Никто не гибает. Продолжаем. Последний в Молдавии. Через пять лет мундист. Вы не найдете на карте мира страны Молдавии. Попомните мои слова. Встретимся, увидим. Что такое девятое место для Украины? Что такое двенадцатое в России? Почему Путин запретил ночную продажу и рекламу алкоголя? Двенадцатое место. Сейчас вам скажу, что такое получше. Дмитрий Медведев озвучил 800 тысяч в 12-м году в возрасте 30-50 лет мужчин от 30 до 50 лет умерло от пьянки и болезни связанных с пьянкой. 400 тысяч от табака и болезней. 100 тысяч от других наркотиков. Миллион 300 тысяч в самом производительном возрасте позав в прошлом году были похоронены в прошлом. Блеск. Где война? Да не было такой войны. Старинградская битва не была такой. 130 дивизий закопали молодых мужиков. сомнительный. Но это есть не все. У этих миллион 300 тысяч мертвецов, которые мы зарыли, было и есть миллион 300 водилей выплат, чтобы им был хороших в глазах. Миллион 300 жен, когда он выносился из дома, волосы за на себя валили. Миллион 300 дочерей, пошедших в секс-рабство, спившихся и погибших в секс-рабство. Миллион 300 пацанов, которые его покушали. Вот что такое получше, друзья мои, за прошлый год. Вот человек пришел, услышьте меня, друзья мои. Пожалуйста, услышьте. С удовольствием предоставляю этот микрофон Максиму Кузнецову. Рэп Кудо. Меня зовут Максим Кузнецов. Я хочу прочитать вам свой рэп Кудо. Кудо это таки японских единоборств. Слова мои, музыка прекрасного человека Вячеслава Михайловича Дюймана. Это был трудный бой, и это бой самим самим Двадцать километров промежать карто сможешь, ты, никто тебе в этом бою не поможет. Сударить тьмами в спорту уверен, если хочешь поломать его, он поломает тебя в педру, кто закаляет дух и тело, и лучше не бухая надейся не бухая. Не бойся боли, иди вперед, мне не Все это делает тебя сильнее и ты движешься вперед еще быстрей быстрей крепляешь на ногах живешь в большой некая от жизни получаешь еще больше средств всем путон заниматься раздоль тренировки ничего не бояра а кто слабкутом или запущен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что каждому из нас от рождения, независимо от вероисповедания, независимо от национальности, от социального достатка, от таланта и бездарности, дается великолепное человеческое качество. Это достоинство. И как мы этим качеством распорядимся, так и складывается наша жизнь. Короткая баска на эту тюрьму. Павлин страдал из сокомерия. Гордился светом пуха, берет. Поднимет клюв, расправит грудь, хвост веером никак не будь. И важно наставляет птиц. Все рождены мы из яиц. Но кто сравнився мог со мной непревзойденной красотой? Кто для величия рожден, кто Божьим даром наделен. И пусть вы из одной породы, вы все несчастные уроды. Тремал в денечке крокодил, глаза открыв проговорил. Я тоже родом из яйца, нет красы в чертах лица. И все твердя, что я урод, не прибил Господь в мой род. Мне на величие плевать, могу и с бедами сожрать. Не о красе и сели речь, умей достоинства беречь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я хочу одну басню. Глядя на своих друзей, направленную с алкоголем, написал такую басню, назвал ее Кангерово. Боюсь, что по памяти я ее всю не прочитаю, потому что она написана недавно. Поэтому в качестве шпаргалку. Решил волчанок бросить пить. Про алкоголь на век забыть. Дал слово детям и волчице. Готов вшить амкулу в больнице. Спиртное введя я в гробу. Пусть отрастут рога на лбу, Замочат язвы, дворой, В пивношку больше ни на кой. Заденький врач больному врать. Легко вшил кот волчарил зад. Ну, проворчал довольно грубо. Теперь от водки вырежешь дуба. Для волкопар мясная кость. В пивношках он желанный кость. Решил друзей всех убедить, Что добровольно бросил пить. Губ не случил. По барабану. Под пистолетом пить не стану. Теперь я, ангел во плоти, Стою на правильном пути. Заходит в бар и видит пиво. Остолбенел в душе тоскливо. Гуляют смачные мужики. Пьют водку, винно, коньяки. Сдавили слюни волку в глотку. Желудок стонет в лейку, сотку. Друзья хмелеют пивный коль. И с пасти рвется скорбный вой. Критин, безмозный идиот. Как обезврелись страшный кот. Рванул что-то и волчара вниз. И слоплен ампулу от крыс. Что было далее понятно. Под вечер скала речь невнятно. Спал был под сенью лопухов. С подбитым глазом, без клыков. Совет один, да не простой. Борись не с пьянством, а с собой. Спасибо большое. Наша методородная академия отрезвости советует один единственный способ. Никаких котирований, если человек попал в зависимости. Никаких подшивок. Никаких специальных вещей с операционными и так далее. Только метод шичков. Перепрограммирование самого себя. Пару слов. Я пил и курил 43 года. Только 4-й год я сейчас занимаюсь. Чем я занимаюсь? С большим удовольствием. Я получаю удовольствие от того, что я не пью и не курю. Понимаете? Я перестроил сам себя. По методу шичков. Запомните, если у кто-то попал в зависимость. Метод дневники шичков. Друзья мои, есть сейчас проблема, допустим, курева. Я знаю, что у вас. Я готов с вами после вот этого, что мы сейчас делаем, пойти вместе в курилку и дать вам механизм, как с удовольствием отказаться от сигареты, перепрограммировая себя. Если есть такая необходимость, подойдите ко мне, мы сейчас закончим это дело. Я просто вам покажу, когда вы сами без меня спокойно можете это сделать. Это бесплатно. Кто попался в ней, у нас есть психологи, которые рядом с вами сядут и 7 дней, за 7 дней вырабатывается половина привычки, за 21 полностью привычки. Ну, вы знаете, наверное, психологию. Вот это что касается вот этих вещей. Значит, что бы ни случилось, не бывает так, чтобы нас можно было победить. Наша история тысячелетней давности. И кто бы ни пришел, я вам могу сказать, вообще-то Настардам сказал, что этот век, это век Третьего Рима. Грекий Рим – это Россия, это мы с вами. Это Украина, Россия, Белоруссия, крымские татары, евреи, с которыми мы живем, живем 2000 лет. Это ягунты, это все наши народы, наш Советский Союз. От Камчатки и до черных морей. Славяне мы, стоит за нами род. Он крепче стен царь градов на земле. Во времени мы целостный народ. Глаза дедов не видятся во вгле. Славяне мы, одной земли сыны, Бега за нами, спаянные кровью. Мы побродимы ни одной войны, Нас тьмы. Из одного мы быстрее рода, Молитвою и крепостью плеча Мы подстреляем города и беси. Горит на всех Единая свеча В кругу за здравных Молодецких бесен Славяне мы Нас гибли по лицу. В устах Я слышу золото на белое, В цветах Я вижу девичью красу И будущее В семье посела. Славяне мы Стоит за нами род. И значит силы духа Нет предела. Во времени Мы целостный народ. За нами слово. И за нами дело. Я хотел сейчас Дарья Гетовь готовься. Хотел вам показать Изумительного нашего Нашего соревнования. Дарья Пахомова. Я вам хочу сказать, что Мы То, что мы делаем То, что делает мой учитель Академик Штанов Если вы просто наберете Трест буквы ЖД Выскочит Академик Штанов Вы все увидите Все фильмы и так далее Вот Десятки Сотни, тысяч Даже миллионы людей С помощью своих бесед Он не встает Он работает без выходных Он как и я Как и моя жена Знает уже Вот сын Он сидит Кирилл Мы Две десятины Отдаем на это То есть 20 пациентов Две десятины Мы отдаем Уже несколько лет Для того, чтобы Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 До новых встреч! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! До новых встреч! Добро пожаловать на наш канал! 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 как дитя. Скользать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье, вы собираетесь в дар, и ваши слезы под ножку, и речи в уголку вдвоем, и путешествия в опоску, и в орденке, но вечерком. Алина! Жалтость над мною. Не смею требоваться любви. Ведь, может, за грехи мои. Мой ангел, я любви не стою. Ну, притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад. Леонид Яченко, Николай Михайлович Кустов, Ярослав Кузнецов, Максим Кузнецов, Джошуа Ланца, Анастасия Кривидов. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы услышали. Друзья мои, вы лучше всех, и останьтесь, какими вы. Мы готовы вам, нашей Академии, помогать всячески. Мы готовы анонсировать каждую вашу поездку. Мы везде. Я председатель Союза борьбы за народную лезвость Советского Союза, трезвый Севастополь. Если вы поедете в Литву, я в Миннес позвоню, и вас встретят такой же свериток. И он за три недели расклеит ваши афиши. Вы понимаете, о чем я говорю? Спасибо. Спасибо. Спасибо всей вашей команде. Здесь не о чем спорить, как говорится. Вы знаете, что наш театр это вершина, а вот там ждут огромное количество детей. Почему мы торопимся? Школа танцев. Это те ребята, которые в возрасте начиная с 4-5 лет приходят сюда. Идут за вами. Вашу фарбатные. Идут за нами. И потом они преврастают спортсменов. И здесь, конечно, здесь не может быть рядом курение или алкоголь или спорт. Безусловно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok